Опасность представляет то, что печень не дает никаких ощущений. Гепатит С, который разрушает печень, называется ласковый убийца, потому что он действительно доводит печень до цирроза, но симптомов никаких нет, пока этот самый цирроз в дверь не постучится. А в принципе, печень-то справляется или нет? Если она справляется, то нет и необходимости каким-то образом чистить или восстанавливать печень. Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат в медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастрокниги. И еще более прекрасной книжки «О чем молчит печень?». Если вы ничего не знаете о печени, то самое главное, что надо про нее знать, это то, что она не болит. Просто внутри печени нет никаких нервных окончаний, поэтому нам просто нечем ее почувствовать. Было бы там что-то, мы бы, конечно, чувствовали, как она болит, расширяется, что-то там превращается внутри нее. А на самом деле ощущение от печени возможно только одно. Это ощущение знает каждый человек, тот, который ходил в школу и не имел освобождения от физкультуры. Когда нетренированный человек начинает бегать, у него начинает подтягивать или покалывать правый бок или левый бок. Это связано с тем, что на физкультуре, когда мы даем нетренированному организму чуть большую нагрузку, увеличивается кровоток. А печень – это депо крови. Там содержится примерно 10% от всего объема крови в организме. И при усилении активности в печени поступает чуть больше крови, она чуть растягивается, и тогда начинает дотрагиваться до своей капсулы. И вот тогда, как колокольчик, капсула печени начинает нам звонить и давать о себе знать тяжелым ощущением справа или каким-то колющим ощущением. Если уж такое ощущение возникает слева, то это связано просто с кровенаполнением не печени, а уже селезенки, которые находятся именно в левом боку. Опасности это не представляет, это просто повод потренироваться побольше. Опасность представляет то, что печень не дает никаких ощущений. И узнать об этом мы можем двумя способами. Либо сдать анализы, это обычный биохимический анализ крови, плюс УЗИ, чтобы определить, как печень работает и как она устроена. Печень начнет беспокоить вас с симптомами только в том случае, если она уже давно болеет, и ей никто в этом не помогал. И тогда она уже развалилась наполовину, и это значит, что половина печени в рубцах, и это циррозы есть. У нас есть разные органы. Некоторые органы потенциально могут что-то накапливать. Другие органы, накопление в них токсинах в принципе невозможно. То есть какие-то могут что-то в себе содержать, какие-то нет. Печень относится к тем органам, которые токсины в себе содержать не может. Даже если они там и образуются, то они отправляются дальше в плавание по организму через кровь. Это связано с особенностями кровотока и приводит к тому, что токсины действуют на мозг. Но основная часть токсических веществ образуется из еды под действием микрофлоры в кишечнике. Или исходно поступает и поступает в кишечник. Кровоток у нас устроен таким образом, что все, что всосалось в кишечнике, поворот на вене попадает в печень. И вот она принимает основную токсическую нагрузку. Причем она не то чтобы накапливает токсины, она их превращает. То есть если мы возьмем, например, соляную кислоту и щелочь какой-нибудь, реакция химическая из школы. Аж хлор плюс натрион, аж получается соль и вода. То есть исходных веществ уже нет. И это химическая реакция. Печень делает точно так же. Она превращает одни вещества в другие вещества. Их уже не остается. Скорость превращения порядка миллиона химических реакций в секунду. Поэтому единственное, что может случиться, если печень сломана. Если печень не может этого делать, тогда действительно в печени могут какие-то токсины образовываться. Но они там не накапливаются. Они дальше по кровотоку уносятся в весь остальной организм. И в первую очередь в мозг. И самый главный токсин, который может образоваться в печени, это аммиак. Чтобы понять, что это такое, достаточно понюхать нашатырный спирт. И тогда каждый резко приходит в себя. Это то минимальное количество нашатырного спирта, которое чуть-чуть испарилось. И вот такие количества попадают иногда из печени в кровоток, бьют по мозгу, и возникает печеночная энцефалопатия. Проверяется это легко и просто по тесту связи чисел. Можно загуглить в интернете, и вы легко найдете тест, в котором надо связать разные числа за определенное время по хронометражу. И проверить свою внимательность и усидчивость. Возможно, это связано с утомлением, а возможно, действительно, с токсическим действием печеночных продуктов. Но здравый смысл подсказывает, что если печень не справляется с этой нагрузкой, то может быть для этого две причины. Либо мы даем печени столько много токсинов и вредных веществ из еды, или из алкоголя, например, или из лекарственных препаратов, или из чего-то еще. Либо печень больна и не может с этим справиться. Поэтому смотрим на то, что мы едим, есть ли там какие-то вредные потенциальные вещества, и проверяем состояние печени. Если она больна, то это надо вылечить. Обычное лечение печени занимает около трех месяцев, если мы знаем причину. Но в процессе этого лечения за месяц причину точно можно найти. Может быть в печени накапливается что-то другое? Действительно, токсичные вещества в печени не накапливаются. Но избыток жира действительно может откладываться внутри каждой из печеночных клеток. Мы помним, что печень состоит из клеток, и каждая клетка, как химическая лаборатория, выполняет множество химических реакций. И вот если человек потребляет избыточное количество жира, или у него есть в организме какое-то нарушение с обменом и превращением жиров, то печень может надуваться этими каплями жира, и каждая клеточка становится жирной. Из-за этого нарушается работа всего органа сразу. И хуже всего, что этот жир внутри клеток печени начинает выделять свои собственные гормоны, которые вызывают в печени воспаление и разрушают ее. И в результате вроде как безобидное ожирение печени образует на ней ссадины и рубцы, которые потом заживают, и образуется уже нежизнеспособная ткань печени, которая свою функцию не выполняет. В этой ситуации надо делать две вещи. Первая вещь – это, конечно, питание. Надо привести его в порядок и начать нормально есть. А вторая половина, потому что питания недостаточно, надо убрать и воспаление из печени, и обезжирить клетки печени. Для этого используется специальное лекарство, которое в интервале около 6 месяцев могут спокойно себя обезжирить печень и вывести из нее все избыточные жировые отложения. Следить за печенью надо хотя бы один раз сделать биохимический анализ крови. И, в принципе, делать его на более-менее регулярной основе, чтобы понимать, происходит разрушение печени или не происходит вот это самое молчаливое разрушение печени. Ведь недаром многие печеночные заболевания, например, гепатит С, который разрушает печень, называются ласковый убийца. Потому что он действительно доводит печень до цирроза, но симптомов никаких нет, пока этот самый цирроз в дверь не постучится. Лучше подстелить соломку заранее и сдать биохимический анализ крови хоть раз в 5 лет, чтобы чуть-чуть иметь представление о своей печени. Но можно и заранее предположить, что печень может повреждаться, например, из-за избыточной жировой нагрузки, из-за избыточной алкогольной нагрузки, из-за приема каких-то конкретных определенных лекарств. Об этом можно спросить у врача, который эти лекарства назначил. Например, из-за желчных проявлений каких-то, часто связанных с нарушенным пищеварением, из-за иммунных каких-то нарушений, из-за болезни накопления в печени железа, меди или каких-то других микроэлементов. Поэтому, если вы что-то пьете, какие-то добавки, содержащие микроэлементы, подумайте, нет ли избытка в этой ситуации. Потому что мы всегда боимся дефицитов, а про избыток забываем. И иногда избыток витаминов тоже может влиять на печень. Ну и, конечно, всеми любимые глисты тоже иногда повреждают печень. Но, открою вам секрет, при обследовании их видно. Есть такой популярный способ, называется тюбаж. Я специально сказал способ, потому что сложно сказать, к чему его прикладывать, ну, кроме как к правому боку, к печени, к желудку, к чему-то еще. На самом деле, это древняя процедура, которая не показала никакой своей эффективности и использовалась исключительно из безысходности, потому что не было никаких других средств воздействия. И раньше наши представления были связаны с тем, что желчь где-то там застаивается, и поэтому ее надо гнать. Для этого брали грелку, клали на правый бок, а предварительно перед этим пили лимонный сок вместе с маслом. И это, конечно, стимулирует в принципе желчевыделение, как и любое масло и любой жир, лимонная кислота, которая содержится в лимонном соке. И эту желчь, которая выделяется во время тюбажа, превращает в как бы сгустки, такие как пластилиновые шарики. Эти пластилиновые шарики многие люди видят в унитазе и думают, что из печени или из желчного пузыря выходят камни. Такой эксперимент можно сделать и дома, прямо в стакане. Налейте прям стакан масла, выжмите туда лимонный сок, и увидите такие же камни, как те, которые как бы выходят из печени. На самом деле ничего к очищению печени или желчного пузыря это не имеет никакого отношения. Единственное, что мы можем сделать таким способом, если уже имеются проблемы с желчным пузырем, мы их только ухудшим. Поэтому людям с холеститом, дискинезией или камнями в желчном пузыре такие вещи категорически запрещены. Можно загреметь в больницу. А если человек здоровый и в принципе употребляет в пищу какое-то количество жиров, то по сути он уже делает то же самое, что называется тюбаж. Часто спрашивают, как быстро и эффективно почистить печень. На самом деле давайте разобьем этот вопрос на две части. Первое. А в принципе печень-то справляется или нет? Если она справляется, то нет и необходимости каким-то образом чистить или восстанавливать печень. Это проверяется по биохимическому анализу крови или специальному анализу на уровень аммиака в крови. И мы можем узнать, попадают ли в кровь какие-то токсичные вещества. Действительно. Или не попадают. Если ничего нет, то просто оставьте свою печень в покое. Если же действительно что-то возникает, печень не справляется, выделяет токсины в кровь, которые мы реально можем обнаружить, то тогда самое главное это дать печени ресурсы для того, чтобы она могла восстановиться. И для этого нужно изменить свое питание, дать ей побольше белка и побольше жиров, как бы странным это ни казалось. Потому что большинство веществ, которые нужны печени для детоксикации, мы получаем из еды. Ей нужны аминокислоты и жирные кислоты, чтобы были химические реактивы для проведения химической реакции. Потому что если в пробирках будет пусто, то ей просто нечем будет обезвреживать вредные вещества. Ну и если уж эти две опции мы использовали, а печень все-таки не работает, то, наверное, здравый смысл подсказывает нам, надо задуматься о причине этого процесса и сдать развернутый анализ, чтобы определить, какая именно причина приводит к нарушению работы печени. Ну и быстренько ее устранить. Субтитры подогнал «Симон»